Эксклюзивный опыт в руссообществе Хой-4. Партии с дипломатией и ролевой игрой. Каждая партия уникальна. Оригинальные правила, основанные на западном опыте, не загоняют игроков в рамки. Договаривайся, обоснованно разделяй страны, сохраняй суверенитет, участвуй в конференциях великих держав, а также расширяй свое влияние и многое другое на сервере DeepRP Хой-4. Ссылочка в описании. Мы начинаем новое прохождение в моде Казердукс Казерых Экспэншн за французскую коммуну с сабмодом National Europe. То есть сабмод на национальную Европу. То есть если раньше, когда мы играли за Мосли, за Британский Союз, то этот мод, этот сабмод только добавлял путь именно для него. Именно для него, если помните или смотрели мое прохождение за Мосли, то вы знаете, что мы там объединяли Европу. Если кто-то не знает, посмотрите. Прохождение получилось довольно-таки интересным. Ну и вот обновили этот сабмод и добавили один путь для французской коммуны. для, получается, сарелянцев. Ну и вот мы будем играть тут. Собственно, за них, за сарелянцев, но самый интересный путь. Вот аварий ангард сарелли не очень интересный. А тут такой маленький довольно-таки. Неинтересно играть. Если мы за Марсель ДА будем играть. Вот он. Этот путь добавили и в ванильном кайзердуксе без сабмода. Но там путь такой, на самом деле, небольшой, не очень интересный. Ну и есть Марш Истинного Пролетариата. Это стандартный путь, который был в ванильном. Есть в ванильном кайзердуксе. А мы пойдем в ортодоксальный среализм Джака Дорио. Приведем к власти Джака Дорио. И будем тут все делать. Потом выберем Марселя Бакарда в качестве его преемника. Но и тут, видите, интересные есть фокусы. Страна покоя и войн. Тут, в общем, будем решать некоторые интересные вопросики. Очень даже интересно, что у нас тут будет. Поэтому, в принципе, путь такой интересненький. Ну, в меру большой. То есть, не огромный. Такой очень даже интересненький путь. Почему бы и нет? Почему бы не попробовать поиграть с этим сабмодом? Особенно за французскую коммуну. Потому что на канале мы ни разу не играли за данную страну. Ну что ж, давайте начинать. Так, ну и давайте посмотрим ситуацию на 1936 год, на 1 января. Что же представляет из себя французская коммуна? Ну, французская коммуна появилась в 1920 году, когда французское государство и Доминион Канада, то есть, здесь проиграли, то есть, Великобритания и Франция проиграли войну Германии в Первом мировой. И случилась революция во Франции и Британии, ну и в Италии. В итоге французы, лоялисты и те, и все несогласные с новым коммунарским режимом бежали в Африку, Балжир, где сейчас возглавляет французское государство Филипп Питер. Ну, а Канада, искнальники в голове с Георгом Пятым и все остальные аристократы и прочие, несогласные с Британским союзом, тоже синдикалистами, где пришли, бежали вот в Канаду. Ну и там в Австралайзию, еще куда-нибудь в бывшие Доминионы Британской империи. Вот. Такая вот предыстория краткая. Нами правит Себастьян Фуэр. То есть Себастьян Фуэр, прошу прощения. Это партия рабочих, синдикалисты, анархи-синдикалисты. Есть также в оппозиции якобинцы-сориэлянцы. То есть там есть якобинцы-сориэлянцы, это тоталисты. Есть еще анархисты. Тоже Себастьян Фор их возглавляет, но там уйдет в отставку Себастьян Фор, придет другой мужик. Ну, есть немножко социал-демократов. Эликс Гуин. И в случае там каких-то неудач сориэлянцев может прийти и Гамилен. И он будет там возглавить социал-демократов. И 1% социал-либералов. Все остальные партии запрещены. Их нету, они все нелегальны. Также есть из нацдухов. Это коммунарский дух. Конечно, забирает организацию дивизии минус 5, но это не катастрофично. Зато взамен дает скорость восстановления дивизии плюс 5 и атаку пехотных дивизий плюс 3. Ну и самое неприятное нацдух это неэффективная разведка. Шифрование минус 10 до шифрования минус 10. Также есть политический экстремизм. То есть наш нацдух, насилие всякое политическое происходит. В общем, не на поддержку тотализма. Ну и жажда мести это жажда мести Германии и Австрии. То есть атака дивизий на национальные территории плюс 5, защита плюс 5. Винобязание населения 2%, организация дивизии плюс 5, скорость восстановления дивизии плюс 5. Ну и бонус к атаке и к обороне против Австрии и Германии плюс 5%. Вот так вот. Кому интересно, можете прочитать про Себастьяна Фора, первого анархиста, как мы здесь видим. Давайте посмотрим теперь правительство. Марсиа Пивер у нас глава правительства, корпорат. Марсиа Пивер, потом Пьер Броссолетте, это министр внешней политики у нас. Пьер Манате, это министр экономики у нас. И Шарль Рапопорт, у нас министр внутренних дел. В общем, довольно неплохой министр внутренних дел, я вам скажу. И в принципе министры такие достаточно приятные. Ну и взял фокус я направление экономики. Наша экономика более справедлива по отношению к рабочим. И в целом довольно сильна, в то время как коррекционные экономики живут и умирают по прихоти капиталистов. Но внутренние конфликты не позволяют нам управлять нашу экономику. Пора созвать собрание ГПС, чтобы эти вопросы раз и навсегда решила одна фракция коммуны. Французская коммуна. Третья республика закончилась так, как начиналась. Побежденная немецким оружием и столкнувшаяся с коммунистической революцией дома. В ноябре 1919 года ВКТ объявила революционную всеобщую забастовку, которая парализовала страну и провела к падению буржуазного правительства. Партия порядка была недостаточно сильна, чтобы положить конец беспорядкам. В последшие месяцы французский эстеблишмент был вытеснен из Франции коалицией левых сил в ходе короткой, но жестокой гражданской войны. В течение последних 15 лет самопровозглашенная коммуна Франции объединилась вокруг общей платформы синдикалистско-социалистического консенсуса во главе с правящим комитетом общественного спасения. Однако в 1936 году консенсус, достигнутый в целях восстановления разрушенной страны и защиты плодов революции от внешней угрозы, многими критиками становится все более устаревшим. Все чаще звучат призывы к более радикальной политике. Франция становится все более уверенной в своей безопасности, в своей миссии, а французские революционные традиции несопоставимы, неясно, какие именно идеологические течения станут доминирующими в ближайшие годы. Возвышение Сорилианцев Сорилианцы возникли во время гражданской войны во Франции как агрессивное, революционное, решительно-антирекционное движение, когда Жорж Фолуа, Юбер, Лагардель и Жак Артюи решили, что пришло время превратить их в подпольную политическую группу Сорили Протхун в полноценное политическое движение. Эти три человека восприняли Велькры как начало новой эры, в которой капитализм и традиционализм будут заменены синдикализмом и национализмом. Несмотря на то, что эти трое были бывшими соратниками по аксион францесс, они начали яростную кампанию против социальных консерваторов, анархистов и всех, кто выступал против революции. Приняв в качестве своего символа Красного Орла, Сорилианцы быстро завоевали популярность среди рабочего класса, который воспринимал их организованный марш, ополчение и жестокие стычки с революционерами как форма выражения своего возмущения истеблишмента. Когда закончилась гражданская война и власть в Париже захватили анархосиндикалисты, Сорилианцы изменили свою риторику с антирекционной на антианархическую. До сих пор труженики использовали Сорилианцев как оплот против революционеров, но теперь они в ужасе от того, что эти радикалы могут наконец повернуться против них на предстоящих выборах. Требуют централизации, реваншизма против Германии и восстановления французского национализма. Сорилианцы представляют серьезную угрозу для анархосиндикалистской коммуны с ее военизированным революционным легионом, участвующим в уличных боях и запугивании политических противников. Приведут ли Сорилианцы францию с ногу беспорядку или возглавят славный почин правого синдикализма? Мы должны опасаться этих радикалов. Ну а мы будем их приводить. Падение Марсо Пиверта. Несмотря на успешную организацию Конгресса Синдикалистов в мае, администрация Пиверта подверглась критике за отсутствие реакции на репрессии против профсоюзов Германии. Сегодня оппозиция Генеральная профсоюзная служба согласилась выразить вотом недоверие Пиверу, который объявил, что будут назначены новые выборы для избрания нового комитета. Его обязанности временно принимает на себя Комитет общественного спасения для получения последних результатов. До свидания, товарищ Пиверта. Ну, пока. Ну, про якобинцев читать я не буду. Потому что они нас не интересуют. Первый день выборов. Разъяснение общинной армии. Из-за присутствия профсоюза в составе армии коммунаров она стала чрезмерно политизированной, создавая напряженность внутри гаранта национальной целостности и руки Синдикалистской революции. Это привело к тому, что действующий начальник штаба, популярный генерал гражданской войны Марис Гомелен, был вынужден уйти в отставку. Французские синдикалистские военачальники, в основном сорельянцы, решили спросить солдат, кого они хотят возглавить во французской армии, прежде чем окончательно распустить военные профсоюзы. Естественно, мы выбираем Джака Дорио, Сорельян, офицерская инициатива. Вот, потому что нам надо сорельянцев проводить к власти. Второй день выборов. Общая информация. Из-за своей ключевой цели по вопросам внешней и внутренней безопасности, должность директора комитета признана одним из ключей к высшей власти во французском умне. Имеет решающее значение и уничтожение политических соперников. Это могло бы быть ужасным оружием в руках одной из экстремистских группировок, и кабинцев, и сорельянцев. Ну, Пьер Лавль. Сорельян. Забавно, что тут Пьер Лавль в реальности, он правый просто, но не такой прям правый, которым его тут представляют. Интересно. Ну, естественно, мы их выбираем. Третий день выборов. Внутренняя безопасность. Чарльз Рапопорт из партии рабочих оставил свой пост делегату во внутренней безопасности, чтобы побороться за пост по иностранным делам. По иностранным делам. Бывший председатель Марсу Пьер все еще надеясь сохранить свое политическое будущее, сумел получить поддержку от крыла рабочих и теперь бороться за этот пост с суровым якобинцем Марисом Торезом, с сорельянским генералом Марселем Бюкаром и молодым учеником Махно Марисом Жуае. Ну, естественно, мы выбираем Марса, Марселя Бюкара, с сорельянным. Тем временем, между тем, в Германии начинается черный понедельник. Маркс предсказал этот день. Так, в общем, во всем мире сейчас черный понедельник будет, экономический кризис, а у нас четвертый день выборов. Экономический вопрос. Потому что нашу экономику в черный понедельник не затронет. Потому что мы не капиталисты. Сегодняшние выборы кажутся плебесцитом экономической политики коммуны, проводимым в последние годы. Многие представления о будущей синдикалистской экономике более или менее сосредоточены на промышленности или сельском хозяйстве, находятся в конкуренции. Все они имеют решающее значение для будущей финальной борьбы против Германии. Жак Дорио. Военная экономика и сельское хозяйство. Вы получите 4 пехотные дивизии в Париже. Прекрасно. Скоро строительства инфраструктуры плюс 5. Скоро строительства фабрики плюс 2%. И фактор вынебезанное население 3%. Хорошо. Прекрасно. Так, дивизии. 4 штучки. Ну давай пока сюда ее. В танковую армию пока отправим эти дивизии. Пятый день выборов. Иностранные вопросы. Последний день выборов поднимается один из главных вопросов. Французской коммуны. Дипломатия, которая несет двойную задачу. Распространить революцию по всему миру и подготовиться к мести Германии. Если самому существованию интернационалу синдикалисту пока ничего не угрожает, будущие театры мировой революции будут определены сегодня. Ну, конечно же... Жак Артуи, Сорильян, антинемецкий реваншизм. Конечно же мы вот это возьмем. Давайте. Прекрасно. Результаты. Сорильянское большинство. В итоге выборов дали власть национал-синдикалистской фракции Французской коммуны. Стойким последователям революционных теорий Жоржа Сареля и в конечном итоге уничтожили своих старых гигабинских врагов, которые теперь стали жертвами кровавой чистки по всей стране. Жорж Валуа сменил фору на посту председателя ГПС. Новая эра во французской политике началась после слабостей эпохи Тревальер. Теперь пора решить, кто возглавит кабинет Валуа. Марсель ДА или Марсель Бюккар? Так. Так, так, так. Ну, нам надо... Жак Дорио, Марсель Баккар. Хм, ДА. Ну, я так понимаю... Так, Баккар это вот этот. Слушай, подожди, а как? Ага, ну ладно, пока не понятно. Ну, давайте... Марселя... Все-таки вот этого тогда возьмем. Даже не знаю, что тут брать. Давайте сохранимся. выберем Баккара. Так-то... Бюккара. Пока что вот так вот сделаем. А, ну, наверное, когда вот этого Джорджа Валуа грохнут, тогда будет, наверное, еще один выбор у нас. Ну, на всякий случай сохранимся. Германия запретил деятельность СССРГ. Германия запретила деятельность СССРГ. СССРГ. Совет Свободных Рабочих Германии является анархосиндикалистским профсоюзом, истящим на территории Германии с самого момента своего создания 15 сентября 1919 года. До сих пор их деятельность была разрешена. Тем не менее, правительство Германии решил арестовать руководство СССРГ и запретить деятельность организации. Как мы отреагировали? Ну, конечно, мы не готовы к конфликту с Германией. Безусловно. Сорильянцы правят безраздельно. Председатель Джорджа Валуа захватил в власть и заявил, что все патриотические рабочие восстанут приснятся к нему в этом новом сообществе. Окей. Вот, про Джорджа Валуа тоже можете прочитать в описании. Сорильянцы можем прочитать. Основанное на учениях и трудах французского рационера Джорджа Сореля, Сорильянство стремится к созданию глубоко централизованного национального рабочего государства в рамках революционного синдикализма. Спытая накажущейся крайнюю противоречивость, Сорильянство является одной из наиболее популярных форм национального синдикализма после революционной Западной Европы. Экономические реформы. Вот тут мы получаем бонусы, кстати, военно-пязонаселение. Марсель Бакар, это у нас глава правительства. В общем, здорово, вот у нас министр экономики. Хюбер Ладердель, это министр внутренних дел. Вот это, кстати, неприятный министр. Все остальные, в принципе, приемлемые. Сорильянцы укрепляют свою мощь. Сразу после победы на выборах, сорильянцы под руководством председателя Флуа начали свой новый национал-синдикалистский план для Франции. За последние недели оппозиционная позиция была разгромлена, обидные предстоительные сорильянского предскошения отчаянно ухватились за власть после выборов, изолированными или найденными мертвыми при подозрительных обстоятельствах. Флуа приказал, чтобы все упоминания председательства Флора подвергались резкой критике со стороны нового режима, в то время как сам человек был помещен под домашний арест из-за опасений, что он может сплотить рабочих и анархистов против Флуа. Франц в очередной раз претерпел радикальное преобразование. Сорильянцы правят безраздельно. Военная экономика и сельское хозяйство. Жак Дорио, новый министр экономики коммуны, стрелянец. Он является сторонником своей теории «Война, экономика, сельское хозяйство», призывающей к быстрому приходу к военной экономике на рту с амбициозным развитием сельского хозяйства. Если немецкие реакционеры нападут, нам непременно пригодятся ружья и хлеб. Запастовки в рабочих Фрейдской области. Западно-германские рабочие начали массовую акцию протеста против недавних действий германского правительства. Это может быть наш шанс, раз и навсегда уничтожить наши врага. Мы не готовы к этому. Давайте мы должны помочь. Массовые беспорядки в Рейдской области будут. Национальное рабочее государство. Коммуна Франции преуспела в сверхжении распадающей французской третьей республики. В этом мы признаем заслуги синдикалистского режима. Однако в последнее время статус сквозь синдикализм привел к слабости. Теперь ВЛОА контролирует революцию. Коммуна возродится как французское национальное рабочее государство. Нация, которая ценит силу и труд. Нация, которая сможет вернуть себе славу, потерянную после Веткрига. Одно из первых изменений, которые мы должны внести, это новый флаг. Поднимем ли мы флаг Сорилианской коммуны и знамя революционного региона? Ну, давайте поднять флаг революционного региона. Все-таки, я думаю, мы не совсем будем играть за Сорилианцев именно таких вот. Все-таки немножко других будем играть. Да, за Сорилианцев, безусловно, но других. Ну, теперь да, мы по-другому называемся. В Спартакиаде, конечно же, мы выберем французский город. Париж. Гомендант просит помощи, но мы не пошлем ничего. Полная индустриализация. Ничто кроме полной индустриализации не удовлетворит потребностей новой коммуны. Чрезвычайно важно, чтобы фабрики Франции заполнили небо дымом. Новый рассвет ждет, и горы стали из силы встретить его. В общем, получим фабрики. Четыре фабрики, один военный завод. Неплохо. Современные фермы. Земледелие было основным продуктом цивилизации с древних времен, но тем не менее, всего за одно столетие оно коренным образом изменилось. Последние инструменты, такие как тракторы, позволяют одному фермеру собирать урожай за один день, для чего в прошлом потребовалось бы десятки фермеров и неделя. Давайте механизируем наши фермы, чтобы в тарелке и в пайке было больше еды. В общем, получим теперь шесть фабрик. Теперь получим шесть фабрик еще, но расход припасов минус пять получим. Вот. Ну, давайте все-таки на этом, я думаю, сегодня закончим и будем прям затягивать серию. Такая у нас водная получается, но никакого экшона бы не было. Привели хотя бы просто сориллианцев. Пока что. К власти. Потом мы посмотрим, что в следующей серии стараемся уже, может быть, привести к власти Дорио, Джака Дорио, который нам необходим. Поэтому в следующей серии, я думаю, вот эти ветки, веточку внутренних фокусов, внутренней политики мы прокачаем. Вот. Но, а тут пока мы закончим. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, пишите комментарии четырех слов, это помогает в продвижении видео. Также подписывайтесь на группу в Телеграме и на мой Дискорд. Сервер по ссылкам в описании. Ну и знайте, что самое интересное еще впереди и интересное точно будет. Всем удачи и пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok